друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей это действительно было поистине позорище да плинтус ниже плинтуса и там снизу постучали об этом мы с вами собственно говорили вот эта поездка в старый парк которую они даже вы знаете никак обыграть не смогли не узнать не смогли ничего сделать не смогли но знатно опозорились в очередной раз собственно для них это не в новинку вы знаете когда серафан друзья мои проживающие в россии 18 лет читал бояр рыжник это было конечно нечто да 18 лет в жизни жизни в россии уралки друзья мои аромат пахнет ароматно представляете ну а обду уже вот эта бескозырка лежит практически на носу да что там на носу уже наверное на нижней губе в общем дикари на выгуле выглядели сегодня очень комично очень нелепо сегодня просто сумели так скажем вообще возмутить людей даже тех кто собственно возмущаться и не собирался это вы знаете вот честно посмотрела со стороны ну правда как-то вот думаешь что люди уже ну некуда им падать еще ниже но они все-таки находят подобную возможность друзья мои и катятся вниз просто вот с неимоверной скоростью ну что же сейчас перейдем с вами к комментариям друзья мои честно скажу я пролистала очень быстро сегодня их вот этот ролик смотреть мне больше его нисколько не захотелось потому что смотреть тупизм вот этот тупой еще тупее но да и так далее вот этот маразм а я просто не могу потому что комментировать идиотов это вы знаете порой бывает очень сложно интересно смотреть тех кто может выложить какой-то контент понимаете когда контента нет когда люди вообще не дружат с головой когда люди не в состоянии даже что-то маломальско приличное снять это вообще как-то за грани далее комментарии друзья мои которые мы с вами будем обсуждать комментарии следующего содержания сарафан обкуренный неужели это наивная недалекая уралка которая приучила не понимает и не догадывается что ее сарафан что-то употребил жди уралка жди один обкуренный другой с ножичком вот оно счастье уралка ржи дальше недалекая ну что ж друзья мои целиком и полностью согласна недалекая ничего не видит ничего не слышит я же сегодня не просто так сказала неужели ты не могла сделать заменить замечание вот этому неандертальцу когда вы находились в этом музее неужели ты не понимаешь как надо себя вести в общественном месте и вы знаете вот честно мне удивительно что там не нашлось людей которые бы ему сказали просто закрой свой рот и выйди если тебе смешно выйди отсюда я уверена что это могли бы сделать не только мужчины да я особо там мужчин не заметила там был какой-то мужчина это могли бы сделать собственно и женщины потому что его поведение выглядело со стороны очень как-то знаете нелепо особенно учитывая что он выглядит как взрослый превзрослый дядька да то есть выглядит он значительно старше своего возраста и вести себя как малолетний придурок это со стороны смотрится правда смешно и нелепо пишут мне зрители не галин зоопарк это не для них животные разумнее их и место в кишлаке пусть софар покажет своей любимке как живет его семья быт кухня ребят я с вами согласна но я выложил по выложила подобное превью я посчитала это нужным сделать и мне понравился тот комментарий который я зачитала именно по этой причине я так и назвала свой ролик далее далее мне безумно понравился комментарий елены которые я закрепила напишет не надо шибко сердобольным приписывать обсуждающим сафара с шовинизм и национализм никто его не гнобит за то что он не русский и говорит с акцентом есть такое распространенное понятие как интеграция и когда ты эмигрируешь и кидаешь свой якорь в новой стране ты обязан уважать и любить страну которая тебя совсем не звала к себе о чем я сегодня сказала но приняла тебя пустила к себе пожить и ты пользуешься там всеми благами цивилизации которые на момент твоего приезда оплатили ее налогоплательщики согласно о чем я говорю постоянно надо уважать культуру язык уклад религию традиции государственные праздники этой страны и это самая первая задача как только ты получил легализацию новая любая страна не требует от тебя полной ассимиляции она ждет и просит это мигрантов интеграции в их общество плюс уважение о чем я опять же говорила пишу и так думаю как человек родившийся в ссср и проживающий уже 21 год в датском королевстве это пишет лена чем быстрее ты изучишь новую страну проживание и ее язык тем легче и счастливее будет тут жизнь и все двери перед тобой будут распахнуты никто при этом не отнимет у тебя твою национальность религию родной язык и любовь к родине аминь такие мигранты как сарафан есть везде и они как правило озлоблены отщепенцы сосуд общества мало принося ему пользу критикуя порой ненавидя все так как они так и не стали своими и потому им никогда не достичь нормального уровня жизни ну что друзья мои я вот вы знаете согласна с этим комментарием елена и я говорю о том что я не могу ему простить не того что он плохо знает да там язык или несет какую-то чушь или то что он недалекий так далее нет а его неуважение к той стране в которую он приехал к моей стране о чем я говорю постоянной на постоянной основе далее друзья мои на канале уралки ее хомяки отжигают зажигают по полной программе одна пишет оля молодец очень красиво экскурзия ну да собственно все понятно но одна которая видимо было очень весело когда знаете ногами распинают чужую религию написала что с ее ушами индийская статуя сафар красавчик чувство юмора огонь чувство юмора у тупого разве может быть чувство юмора мне понравился комментарий который был ниже по этой ветке странное у вас представление мужской красоте если этот примат красавчик то у вас извращенный вкус работайте над собой целиком и полностью согласна и даже лайкнула этот комментарий потому что красавчиком там в жизни никогда не пахло далее друзья мои а что хочется сказать пишут пишут уралкины уралки на хомячье какоми 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 нужно быть убогими чтобы цеплять ребенка ущербные бабки почему то сразу бабки вот мне интересно почему допустим я бабка мне 35 лет да какие то там мои зрительницы которым 30 40 50 лет почему у нас сразу бабки а знаете почему потому что уралка которая выглядит как бабка потому что она для них девушка молодая женщина а мы почему то бабки так вот ущербные бабки займитесь своими детьми если таковы имеются что я тебе хочу сказать у уралки у бабки ни детей ни внуков вообще не имеется чужой ребенок который когда нибудь уйдет вместе со своим папашкой и спасибо и до свидания ей так и не скажет по поводу цеплять ребенка во первых он уже подросток во вторых не показываете этого ребенка его цеплять никто не будет в третьих в третьих мы свои семьи не продаем на ютубе поэтому с нас как говорится взятки гладки а по поводу того что чтобы его не цепляли так не снимайте его не выставляйте и не зарабатывайте на нем деньги тогда никто и о нем говорить не будет а раз люди его видят значит точно так же и комментируют далее друзья мои комментарий а так да комментарии значит лицо абдугани на фоне музея палеонтологии прекрасная иллюстрация эволюции человека разумного в самом начале я согласна они сегодня выглядели просто какой-то кошмар хоть бы себя не снимали хоть бы не позорились в очередной раз уралки уже пишут друзья мои уже который день неужели нельзя помыть голову ты ходишь с грязной головой не один день куда еще фоткаться да друзья мои это что-то с чем-то даже нет пяти минут чтобы помыть свои три да три пера в два ряда далее представляете ребята я же говорю я вот знаете вчера сделала очень благое дело я наверное переблочила человек пятьдесят на моем канале безумно счастлива вот этих знаете нет больше вот этих бабок кричалок да всяких разных теток непонятных которые бегают по моему каналу и пишут всякую грязь зачем она мне нужна скажите пожалуйста абсолютно не нужна вчера я потратила свое время я же сказала вчера я была на релаксе да день начался у меня не очень хорошо о чем я собственно сообщила своим зрителям потому что посчитала нужным это сообщить поделиться с ними в кои-то веке какими-то своими проблемами да и друзья мои тут же конечно же налетела огромное количество хомячья уралкинова плюс мои там всякие разные хейтеры которые оказывается ребят ну так пристально следят за моей жизнью казалось бы я ее нигде не показываю но они следят вы знаете никак не могут определиться что же в моей жизни все-таки происходит сами себе противоречит и я собственно сказала сегодня о том что вчерашний день мой муж решил так скажем закончить на хорошей положительной ноте приехал забрал нас мы поехали на озеро да и мы поехали на купили вкусного готового шашлыка и собственно все как говорится решили больше эту историю не вспоминать но друзья мои тут же не успела я выложить свой вот этот в ролике об этом сказать как смотрю уралки на канале пишут агм бесится причем обратите внимание уралкины шавки боятся писать мое название канала обзора галинка-малинка знаете почему боятся а потому что прекрасно понимают что нет нет да все таки те люди которые имеют хотя бы какой-то здравый смысл они могут зайти послушать меня и остаться на моем канале и понять что действительно уралка и сарафан это самое настоящее дно ну и что когда я сказала что я отпустила эту ситуацию я собственно и вчера уже обзоры снимала смеялась по полной программе и сказала о том что финансовые сложности это ерунда это временно это неприятно конечно же да гэм бесится я бы посмотрела как бы вы бесились те которые да писали по этому поводу вот эти хомяки уралки я бы посмотрела если бы вас лишили половину вашей зарплаты я посмотрела на вас там бы наверное такое началось что мама не горю я то отошла очень быстро ну да ладно а гэм бесится что ее банк не поставил в известность об изменении расчетов пишет некая полудурошная этот банк обращает внимание на клиентов от ляма ага прям такой спец друзья мои я для идиоток сказала и привела в пример а в прошлом году банк тиньков который ставил в известность абсолютно всех клиентов и не имеет значения какие суммы там проходили через этот банк этот банк должен был сделать абсолютно то же самое потому что я с ним заключала двустороннее соглашение а он в одностороннем порядке лишил меня половины моих денег я об этом сказала ну вы что уралкина хомячо которые не в состоянии друзья мои правильно написать слово из пяти букв они лучше знают они вот знаете вот из той категории людей одна баба сказала собирают какие-то сплетни пусть ее муж в очередной раз ее отвезет на шашлык за 70 километров чучело ты вы уже определитесь вы уже не зная меня чё только про меня не писали то мой муж куда-то ушел то мой муж на вахте то оказывается у меня есть что у меня мужа вообще нет бедные несчастные это ж настолько у вас никчемная никчемная жизнь что вы даже думаете о тех людей которых о тех людях которых вы никогда в жизни не видели меня никогда не видели вы меня никогда не увидите и уж тем более завидуйте молча и продолжайте завидовать дальше да мой муж может мне позволить и отдых хороший и машину раз в три года а еще напомню почему а потому что мы работаем на постоянной основе о чем я вчера кстати говорила а еще может себе позволить да плюнув на те деньги которые я недополучила поехать и отвезти нас хоть за 10 километров хоть за пять километров у нас везде реки озера хоть за 70 представляете а когда я в позавчера уезжала ребят я же не просто так ездила на целый день мы ездили за 300 километров такую красоту в такую красотищу почему мы туда ездили я конечно не скажу потому что это моего канала абсолютно не касается но это была просто сказка самое настоящее так что хомяки уралки давитесь и завидуйте дальше продолжайте вот у вас точно таких мужиков никогда не было никогда не будет сарафан уже бы знаете за 100 сколько стоит готовый шашлык да нормальная хорошая большая порция на всю семью он бы уже просто задушился бы жабой вот как в очередной раз это столько стоит это же надо это же туда это же сюда да бедные несчастные мужиков от родясь никогда нормальных не видели правильные пишут на их канале они и есть дикари друзья мои они поистине самые настоящие дикари пишут им в очередной раз то о чем я говорила когда едете на экскурсию или даже по городу но почитайте про те места куда где старайтесь побывать вы же считаете себя блогерами вообще позор позорище я согласна это надо настолько позориться прийти вот этот знаете придурочный несет какую-то чушь этот второй сидит вечно с открытым ртом хоть скажите чтобы он рот закрывал это вообще ненормальная какая-то ситуация это стоит тоже несет какую-то чушь хоть бы раз сделала замечание своему муженьку который уже разглядывает статуи вспоминает про чужие женские груди это вообще ненормальная ситуация правильно пишут откуда он может знать историю древнего мира уровень его развития очевиден благодаря ольге он еще что-то увидел да далее друзья мои оля вы конечно молодцы что поехали в старый парк это очень чудесное место но вопрос а по чем сарафан друзья мои да вот и у меня сегодня точно так же возник вопрос а по чем собственно сарафан курнул видимо не по-детски еще и запьет шлифанет сегодня обязательно чем-нибудь и собственно в очередной раз удивит уралку но да и еще один комментарий друзья мои уже уралку как только не называли помните мы с вами по этому поводу смеялись когда ее назвали олег олег да олег подпольная кличка уралки мы что-то как-то про нее совсем забыли я тогда вам сказала и мы ржали по этому поводу очень долго пишут спасибо вам р-ли-на то есть р-ли-на представляете как ее назвали и сафар за этот ролик просто как в сказке побывали ребята теперь догадайтесь кто такая р-ли-на я если честно ничего не поняла это просто какой-то кошмар то есть они даже не знают какую уралку зовут не знают как пишется абсолютно обычное простое имя друзья мои в общем очень даже интересно да как в сказке побывали представляете да с такими комментаторами как в сказке побывали это видимо из той сказки чем дальше тем страшнее друзья мои ну и очень понравился еще один комментарий ну просто как из дикого леса маугли что папа что сынок а уралка это вообще еще толще стало еле ходят невежи какие-то все верно согласна я тоже сегодня сказала что какое-то полнейшее невежество ведут себя как неандертальцы ведут себя ужасно не уважая никого ни людей ни другие религии да нету страну ни традицию ни культуру ни народы вообще ничего вообще в понимании даже в башке в котелке ничего не держит и после этого хотят какого-то еще уважения к себе этого никогда не было нет и не будет уралка ты знаешь вот прекрасное выражение которое я говорю уже на протяжении нескольких лет да что не всегда мудрость приходит с годами порой старость приходит одна ты знаешь что из той категории людей которые вроде как уже в достаточно таком возрасте да все таки тебе уже 53 года ты уже взрослая тетка ты уже могла иметь собственные внуков в этом возрасте да то если бы у тебя были дети и уже должна быть какая-то человеческая мудрость и подсказать своему вот этому неандертальцу своему вот этому дикарю который моложе тебя на 18 лет который тебе в сыночке годится и сказать ему что так себя не ведут в общественном месте особенно а в музее да так себя вести не принято я понимаю что он из кишлака кишлачный да причем вот знаете люди то все абсолютно разные есть воспитанная есть вот это вот самое такое знаете но днище днищинская вот он как раз таки вот именно такое есть у него нет ничего не воспитание не образование не культуры ничего просто вот вообще полнейшую ничего из себя человек не представляет но друзья мои самомнение конечно же как и уралки зашкаливает поэтому что делать с продолжаем смотреть дальше ну а хомякам уралки которые теперь сидят друзья мои благополучно в бане что ж а я вам передаю физкульт привет ловите жадно теперь каждое мое словечко перемусоливаете его конечно же конечно же бойтесь написать название моего канала уралки потому что не дай боже кто-то придет ко мне у меня останется да но еще такой моментик вам теперь придется туго я теперь каждого из вас буду бросать в банк чтобы вы тоже знаете поработали на ютубе чтобы вы каждый раз вылезая создавая себе новые аккаунты потом благополучно уходили в банк кому сейчас легко да кстати несмотря на то что вчера произошла такая ситуация в отличие от уралки я никогда не просила на бинты на лекарства 3000 рублей проект а и и Продолжение следует...